Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Приветствую всех, кто смотрит, слушает. Первый единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Программа «Лучшее в стране». Я Александра Хайрулина. Я очень рада представить вам нашу сегодняшнюю потрясающую, надо сказать честно, долгожданную гостью. Друзья, народная артистка России, художественный руководитель, директор, педагог, репетитор государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Александровна Щербакова. Елена Александровна, здравствуйте. 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 80 лет в этом году величайшему, легендарнейшему ансамблю, с чем мы вас поздравляем и, конечно, поговорим сейчас об этом. Но я хочу прежде нашим зрителям и слушателям рассказать о том, что открылась замечательная мультимедийная выставка. Уникальная, да, достаточно. И это все происходит в Государственном Центральном Музее Современной Истории России. До 14 января продлится выставка. Началась она 30 ноября. Так что как раз все праздничные дни, каникулы школьные, есть возможность провести очень интересно, ярко и красочно. Подробно об этой выставке мы, я надеюсь, поговорим с нашим гостем. У нас будет театральный художник в гостях, куратор этой выставки Александр Барменков. Ну, а с Еленой Александровной, конечно, поговорим об ансамбле. Да, хотел бы сказать, что выставка называется «Хозяин танца». Да, потому что именно так... И адрес у нее Тверская улица, дом 21. «Хозяин танца», давайте расскажем, почему именно так. Ну, конечно. Потому что Игоря Александровича именно так и называли, да, ученики его и по сей день. Моисеев действительно хозяин, потому что это человек, который, когда организовал ансамбль в 1937 году, он занимался всем. Он знал про каждого человека все. И было очень сложно вообще доказать, что народный танец должен быть профессиональным, когда он показан на сцене. У Моисеев создал свою уникальную школу. Благодаря этой школе существует ансамбль. Он открыл школу, первую в мире профессиональную школу народного танца в 1943 году, когда никто, наверное, кроме него, не думал о будущем коллектива совсем молодого. Это было время Великой Отечественной войны. Да, тем не менее, правительство нашло средства. И у нас школа до сих пор, ей вот будет на следующий год уже 75 лет, она государственная, она совершенно бесплатная. И благодаря этой школе каждые пять лет мы получаем к себе в ансамбль лучших выпускников, которые продолжают из поколения в поколение дело Игоря Александровича. Естественно, все ассистенты, педагоги, которые сегодня работают, они были еще при Игоре Александровиче Моисееве. Я, как говорится, вот в жизни все решает господин Сулыч. Да, конечно. Я закончила училище Большого театра и в 1969 году была принята в труппу ансамбля. Проработала 23 года, стала солисткой ансамбля. Потом Игорь Александрович пригласил меня начать преподавать. Педагогическую деятельность я свою начала, вот закончив свою карьеру как танцовщица. Но у вас не было никаких сомнений, да, соглашаться или не соглашаться? Вы знаете, нет. В школу я согласилась. Мне это было интересно, потому что это детишки, которые с отбором приняты в школу. И, в общем, я поняла, что я это, наверное, смогу. Но это было очень трудно. Но самое приятное – работать с детьми. Гораздо приятнее, чем со взрослыми артистами. Потому что, во-первых, дети никогда не обманывают. Дети очень искренне хотят добиться чего-то. И когда ты видишь этот результат, то ты понимаешь, зачем ты живешь. Потому что ты какую-то пользу приносишь. Это очень важно, мне кажется. И здесь вопрос денег вообще не стоял, потому что мы государственные, получают зарплаты у нас маленькие. То есть сюда приходят люди, которые действительно не могут жить без танца. И которые понимают, что ансамбль Моисеева – это вершина народно-сценического танца. Елена Александровна, правильно ли, что прием идет в школу от 13 лет приблизительно? Мы принимаем детей один раз в 5 лет. Сейчас было раньше 4 года обучения, сейчас 5 лет обучения. Где-то от 12 до 14 лет. Потому что самородков не так много. И поэтому такой диапазон. И до этого они где-то занимаются. Кто-то занимается гимнастикой, кто-то занимается в дворце пионеров. Но вы знаете, иногда лучше, чтобы ребенок был без подготовки. Потому что если испортят ребенка педагоги, которые, к сожалению, сами должны как можно больше учиться. Так бывает в самодеятельности. Потом переучивать гораздо сложнее, нежели его научить с нуля. У нас в школе преподают педагоги те же самые, которые преподают и в ансамбле. Педагогов мало. Потому что не каждый даже хороший танцовщик может стать хорошим педагогом. Это две совершенно разные профессии. Но мы все сохранили, то, что создал Моисеев. Сегодня уже седьмое поколение на сцене. Все это передается из рук в руки, из ног в ноги. Вы можете 180 листов написать всего этого. Все равно нужно показать. Так же, как и артисту балета. Так же и ребенку нужно грамотно уметь показать. При этом вытащите его индивидуальность, его какое-то актерское мастерство, которое ему дала природа, если это есть. И не загубить этого, но четко совершенно он должен знать текст танца. Что ребенок, что студент уже, который предвыпускной, что артист балета. И, конечно, профессия артиста балета – это полностью стопроцентное подчинение своему педагогу, балетмейстеру или репетитору. Там не может быть демократии. Когда ставится постановка, вот Игорь Александрович, он когда ставил, он ставил очень трудно. Он ставил долго. Но мы, например, на нашем поколении было поставлено… Собственно, на нашем поколении ансамбль стал театром. Потому что сначала это был ансамбль. Люди были без образования. Они просто хотели танцевать, танцевали от души. И он, объехав весь Советский Союз, увидел, насколько богата наша культура, насколько она разнообразна. То есть такого… Это кладезь. И вот Игорь Александрович взял оттуда главное какие-то… Во-первых, музыку. И он создал театр. Почему? В ансамбле есть свой оркестр. Симфонический оркестр. Не оркестр народных инструментов. Симфонический оркестр. Первый балет, поставленный Моисеевым, это половецкие пляски на музыку Бородина. Народные инструменты это не сыграют никогда. Второй балет – это «Ночь на лысый горе». И он уникальный, кстати, вчера и позавчера были эти концерты. И следующие концерты с этим балетом «Ночь на лысый горе» пройдут 23 и 24 декабря в Филармонии 2 в Олимпийской деревне. Уникальный балет, так как там собраны все виды хореографического искусства. Начиная от классики и заканчивая трюками, рок-н-роллом и хореографией. То есть это еще и такой образовательный балет? Абсолютно. А у нас вообще все программы образовательные. «Танцы народов мира». Это не одна программа, как многие думают. Это огромный цикл. И мы постоянно это меняем. Это все хореография Моисеева. Это вообще образование. Для любого профессионала, для любого ребенка, который занимается балетом. Но я считаю, что он гений. Потому что то, что сделал Моисеев в искусстве, не сделал никто. И мы это все сохранили. Это тоже очень важно. И мы ничего не меняем. Это не значит, что это застывший музей. Приходят новые артисты. Они совершенно по-новому танцуют. А то, что его хореография сегодня востребована, это удивительно. Потому что, посмотрите, даже классические балеты уже сколько раз переделываются. Каждый раз. Я вообще противница этого. Я считаю, что надо ставить новое, если человек может. Но в жанре народно-сценической хореографии равных Моисееву нет. И еще сто лет не будет. Потому что благодаря нему были созданы ансамбли во всех республиках. Были созданы ансамбли в Восточной Европе. Были созданы ансамбли и во Франции, и в Аргентине, и в той же, и в Бразилии. По всему миру пошло это течение. Но оно остановилось только на своем репертуаре. Каждой своей страны. Когда они начинают танцевать танцы народов мира, лучше, чтобы это не случилось. Потому что это совершенно непрофессионально. Простите, ради бога, мы должны прерваться совсем ненадолго. И, конечно, с огромным удовольствием продолжим общение с нашей гостью. Буквально через несколько минут дождитесь, пожалуйста. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» Ведущая Александра Хайрулина. Программа продолжается, друзья. Программа «Лучшее в стране». У нас сегодня в гостях Елена Щербакова, народная артистка России, художественный руководитель, директор, педагог, репетитор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Елена Александровна, продолжаем говорить про жизнь, сегодняшнюю жизнь замечательного легендарного ансамбля. И, конечно, про самого Игоря Александровича, который, конечно, и по сей день считается уникальнейшим человеком в хореографии. Его считают величайшим хореографом 20-го столетия. Я очень хочу попросить, Елена Александровна... И 21-го тоже, да. И как мы уже с вами решили, скорее всего, и 22-ю мы тоже зацелим. Я думаю, что да. Чем же всё-таки уникальна методика была Игоря Александровича? Ну, как вам сказать? Моисеев, во-первых, имеет роскошное образование. Его педагогом был Александр Горский, реформатор классической школы и постановщик балета в Большом театре. Это великолепное образование. И Александровича, мама его была такая модистка, человек творческий. Как он всегда говорил, что его творчество – это от матери. А его мозги и его ум – это от отца, который был адвокатом. Всё лучшее собрал. Да. Его родители познакомились в Париже. И своё детство Моисеев в какой-то момент его отдали в пансион. Об этом он вспоминал с содроганием, но при этом он блестяще говорил по-французски. И, кстати говоря, первые гастроли в Европу в 1955 году – это был ансамбль Моисеева, Франция, Великобритания. И Игорь Александрович Моисеев открывал их на французском языке. Да. Потрясающе. И есть даже такие подлинные съёмки, где это показано, фильм. Ну, небольшие куски. Да. И вот после этого Европа поменяла отношение вообще к Советской тогда, Советский Союз, к советской культуре. Потому что Моисеев привёз первую его программу «Танцы народов СССР». Они были все разные. И показал эту программу. И вот он сам рассказывал, что когда они выступали в Пале Шайо, Дворец Шайо, в театре, да, и когда закончился спектакль, закрылся занавес, и была глубокая тишина. Да. И он говорил, что у него руки дрожали, потому что он думал, что, не дай бог, они провалились. Да. И вдруг такой шквал аплодисментов, который вообще, ну, не бывало. Люди повскакивали со своих мест. И есть съёмки, когда встречали артистов. Там вся площадь была запружена абсолютно народом. Нельзя было пройти нигде. Трогали руками артистов. Ну, нам в Америке в 1974 году задавали вопрос. Правда, что у нас, например, медведи ходят по улицам, да? Да, да, да. Ну, это правда. Я сама отвечала на эти глупые вопросы. Это действительно там. Хочу сказать, что пропаганда велась не только у нас, как сейчас многие говорят, да, но и там точно такая же пропаганда. А вообще ансамбль Моисеева, я думаю, что почему Игорь Александрович очень много сделал ещё, не только для хореографии, вообще для страны. Потому что Моисеевский ансамбль открывал все культурные связи на всех континентах земного шара. И везде он был первый. И гастроли ансамбля потом переходили в дальнейшее развитие этих культурных связей. В Америке мы были 16 раз. Во Франции мы были тоже в районе 18 раз. В Италии 14 раз. Вот такие страны. И страшно, что есть уголки в России сегодня, где мы не гастролировали. Например, мне очень хочется сделать гастроли... За 80 лет. Да. Мне очень хочется сделать гастроли в Якутск. Вот я недавно говорила, была здесь выставка с министром культуры, когда он говорит, а сколько вас? Я говорю, нас 80. Но это без оркестра. Хорошо, сейчас кризис, всё понятно, мы можем выезжать без оркестра. Он говорит, 80? Это же нужно два автобуса. Я говорю, да, конечно. Ой, это так сложно. То есть, понимаете, немножечко поменялось всё, да? Вот сейчас как бы идёт... Я понимаю, что хронически нет денег. Это я слышу. Я 24 года директор, я это слышу, я это знаю, да? Но как-то, наверное, нужно всё-таки культуру нашу всё-таки показывать людям очень хорошую. Не маскультуру, не поп вот эту вот дешёвку, которую мы берём неизвестно откуда. И это просто страшно. Иногда, когда слушаешь песни, понимаешь, что в песне четыре слова, и больше нет. И идут три куплеты, и они всё время повторяются на один и тот же лад. И не понимаешь, что даёт эта песня. Всё-таки русские песни, очень много было содержательного, да? И как бы рассказывали о природе, о России, о стране, о людях, о чём угодно, да? Любые песни. Моисеев, например, поставил, я считаю, гениальное произведение «Праздник труда». Он должен был это поставить к 60-летию Советского Союза. И он очень долго к этому не мог подходить, потому что Игорь Александрович человек, который на заданные темы не ставил. Вот его интересовала тема, он ставил. И потом за две недели он поставил «Праздник труда». Он нас мучил с утра до ночи. А он делал все праздничные концерты. Причём за минимум денег, за минимум декораций, потому что он вообще максималист по жизни и минималист по всем вот этим украшательским вариантам, которые почему-то очень модные, вот превалируют сегодня. Экраны какие-то двигающиеся. Когда танцует ансамбль на сцене, ничего не нужно. И когда ещё двигаются декорации, это невозможно. Ну, люди не могут это, к сожалению, понять все. Но я хочу сказать, что когда он сделал этот концерт, мы там просто жили. Там участвовали все республики. И все это помнят, как он работал. Но с ним было работать очень интересно. Ни одного лишнего слова, ни одного лишнего движения. Всё очень точно. Человек всегда знал, чего он хочет. И он всегда этого добивался. И вот я хочу сказать, что он практически помог создать все ансамбли, которые существуют. Но они остановились. Потому что что такое балетмейстер? Это дар божий. Этому нельзя научить. Вы можете закончить сколько хочешь академий. Конечно. Получить звание академиков. Ну, конечно. Российская академия театрального искусства. Ещё что-то. Но ничего не получится, если этого дара нет. Это всё равно будет стандарт. Так же, как по книжкам. Нельзя научить танцевать. Нельзя. Можно что-то восстановить по видео. Но ты всё равно должен всё показать. Ты должен отрепетировать. Потому что помимо ног должен работать корпус. А прежде всего, у танцовщика всё равно должна работать голова. И это видно. Ох, как конечно. Это очень даже видно, когда танцовщица умная. И когда не очень умная. Всё это видно. Абсолютно. Я хочу сказать, что у нас огромный репертуар. Мы его весь сохранили. Мы его приумножили. Я не могу сказать, что много. Но мы приумножили на том уровне, за который не стыдно. То, что мы сделали новые танцы без Игоря Саныча. Они вошли в наш репертуар. Они пополнили программу танца славянских народов. У нас не было сербского. У нас не было македонского. Раньше была Югославия. Страна Югославии, которой теперь нет. Югославский танец Моисеевский ушёл. Но он ушёл ещё при нём. Некоторые танцы свою жизнь отжили, как он говорил. Потому что век прогресса, век техники. Нужно что-то более динамичное, более темпераментное. Там это было более простое, более плавное. Моисеев не поставил ни английского танца, ни французского. Потому что тот материал, который есть, народный, он не интересен для сцены. Зато у нас есть четыре молдавских танца. Это всегда энергия, это музыка роскошная. Он очень большое влияние уделял музыке. Например, создавая театр, то, что его была мечта, он поставил испанскую балладу на музыку Пабло де Луна. Это Кармен, сюжет Кармен в шести минутах. Шесть минут. Это идёт просто на ура. Вот как раз в вчерашнем концерте это было. И я так порадовалась, что, во-первых, артисты получают огромное удовольствие. Здесь видно, что это театр, что это школа Станиславского плюс Вахтангова. Потому что Игорь Александрович работал и со Станиславским, и работал с Вахтанговым, и в студии Рубена Симонова. Это разные школы. И он их смог сочетать. И плюс его, конечно, система хореографическая. Да, вот это очень важно, потому что ансамбль народного танца, и, возможно, многие как-то представляют себе это, я предполагаю, очень ошибочно. Это у нас жанр народно-сценической хореографии, который он создал. В основе лежит классический балет. То есть классический балет, но, конечно, он не классический, как можно народный танец. Если поставить его на пальцы, не будет того выражения. Недаром Чайковский писал музыку для каблуков. Недаром Дон Кихот первый акт весь на каблуках. Вот это же не просто так все происходит. Моисеев взял музыку Глинки, Арагонская хота, поставил великолепную Арагонскую хоту. Получил за это высший орден Испании. За пропаганду испанской культуры по всему миру. Он получил, у него 40 иностранных орденов. Сколько всего наград? Это, боже мой, это уже отдельная программа делать и делать, конечно. Вы же понимаете, что он это делал не за награды, никогда не делал это за премии. Человек, он был очень скромный в быту. Потому что мне повезло, я с ним общалась и как артистка на репетициях, когда он был неимоверно строгим. Неимоверно строгим. Я его прекрасно сейчас понимаю. Потому что артисты это тяжелый народ. То есть репетиция заканчивалась, и Игорь Александрович становился другим человеком? Нет, он не становился. Всегда была дистанция с артистами. Но так как я потом стала директором и общалась с ним практически 24 часа в сутки. И до последних дней. То, конечно, я и дома он был совсем другим человеком в отношениях со своей супругой, которую он обожал. И, как сказать, он, конечно, уникальный. С ним всегда было интересно. Он никогда не ругался нецензурной бранью. В жизни никогда. Понимаете? Вот, то есть никогда. И даже если кто-то говорил какие-то грубые слова, он тут же пресекал это. Он всегда, даже в свои 100 лет, пропускал даму вперед. Открывал двери, пропускал даму вперед. Независимо от того, сколько лет нам. Он уникальный, да, действительно. Его талант уникальный. У него жизнь, Игорь Александрович, в 102 года. Да, в 101, не дожив, не дожив, да. И он делал свое дело, любимое. Для него все остальное было неважно. Самое главное, это была всегда работа. И так совпало. 37-й год, молодая страна. Это новое было абсолютно. И я думаю, что именно правительство это поддержало. И им это тоже было на руку. То есть это такой тандем был, да. И, конечно, Моисеев своей культурой, мы завоевали весь мир. Именно. Это же такой позитив. Я считаю, что это выше политики. Понимаете? Не надо в танце разговаривать. Ничего говорить не надо. Все понятно. Не надо не знать никаких языков, ничего. Да, не нужен никакой переводчик. Все это понятно. Не зря же ансамбль постоянно приглашали. Но было гораздо проще, потому что вопрос денег, он был вторичен. И если нужно было, мы сейфцев отправляли на компанию «Аэрофлот». Мы летали и в Америку, и в Израиль. Первый самолет, на который мы прилетели, это был самолет «Аэрофлота». Это был 1989 год. Мы прилетели в Израиль. Прилетели на две недели. А гастроли длились полтора месяца. Их продлили. А в Израиле маленькая страна. И всего три города больших. Здесь большие сцены. И люди бежали туда. И вот, например, еврейскую ситу Моисеев поставил последней. Уже весь мир танцевал еврейские танцы. А он поставил ее в 1994 году. Это последняя его большая работа. И он поставил в свои воспоминания детство на Украине. Он жил с тетками в Полтаве. Его тетки были сельские учительства. Родился он в Киеве. Жил с тетками в Полтаве. И они как бы преподавали. Школа переезжала из одной станицы в другую. Там очень много было еврейских поселений. Вот эти все зарисовки. У него феноменальная была память. Что-то помню. Удивительно. И, собственно, он работал в свое время и с Михоэлсом, и с Зузским. И с Мейрхольдом. Человек, который с Маяковским играл в бильярд. Человек, который был вхож на четверги к Луначарскому, где собирался весь свет. Это уникально. Это ходячая энциклопедия. Человек никогда ничего не просил. Никогда. И человек жил очень... Все приходили и предлагали. Да. К нему приходили и предлагали. И вот все поменялось, к сожалению. Но я думаю, что сегодня такое время настало, когда вот за эти 30 лет родилось поколение, которое ничего не знает ни про ансамбль Моисеева, ни про то, что танец, он объединяет народы. То, что Моисеевский танец, он действительно... Почему он хозяин танца, танец Игоря Моисеева? Потому что он отличается по всем своим приемам от всего, что происходит. В мире вообще. Вообще в мире этого нет. Конечно. Мне кажется, уже пора второй раз удивлять мир Моисеевской хореографии. Абсолютно. Лучше ее ничего нет. И самое главное, что это такой позитив. Россия представляет такой позитив. Вот эти молодые ребята, когда они танцуют флотскую, яблочко, зал стонет. Где бы мы ни танцевали. Вот сейчас мы были в ЮНЕСКО. Мы открывали зал ЮНЕСКО. Нам предоставили. ЮНЕСКО пригласило нас открыть зал после длительной ремонта. Первое, что мне задают в интервью вопрос. Вы что, украинский танец больше не танцуете? Что за глупость? Мы как танцевали. Моисеевский гопак, он лучший в мире. Это признано. Ночь на лысой горе. Это Украина. Это Гоголь. Это русский писатель Гоголь. И у него очень схожий юмор с Моисеевым. Очень тонкий юмор. Моисей взял выжимку, по мотивам написал свое либретто и поставил. А вторая картина – это «Шабаш ведьм». Это просто Булгаков. Вот, пожалуйста. То есть это не просто придумано, но это его видение. И он как художник имеет право отойти от каких-то канонов, естественно. Но это все очень красиво. Это сплошной позитив. Елена Александровна, у нас есть парочку видео. Позвольте, пожалуйста, мы посмотрим. И я вас попрошу, наверное, прокомментировать, поверьте, может быть, объяснять, рассказать. Это будет полезно для тех, кто нас не смотрит, а слушает в эти самые минуты. Давайте запустим. Идем посмотрим, что там. Ну, это наша репетиция. Вот этот наш репетиционный зал, да. И это идет такая нарезка из репетиционного периода. Это все, что мы репетируем ежедневно. Наши репетиции проходят с 10 утра. Сначала у нас класс, младший и старший класс. С 10 до 11, с 11 до 12. Это полный разогрев. Это классический урок идет обязательно для разогрева тела. Нет, нет, это оркестр репетирует отдельно. Класс, это отдельно у нас. Затем у нас с 12 до 15 идут репетиции. С 15 мы предоставляем свои два зала нашей школе. Ей 75 лет, но, к сожалению, школа так и не построена. Объявили 5 лет назад о том, что будет открыта школа. Дали нам здание на Тверской напротив зал Чайковского. То, что мы просили, потому что педагоги одни и те же и в школе, и в ансамбле. Но ничего, оно стоит в лесах, и там очень сложности большие. И с ремонтом, и со всем. А вроде как уже должны быть, уже ученики там должны учиться, потому что мы очень хотели, чтобы набор в школу был не раз в 5 лет, а хотя бы раз в 3 года. Ну, в общем, да, 5 лет достаточно большой. Но мы, у нас нет помещения до сих пор, да? Вот, и потом у нашей вечерней репетиции с 19 до 21 часа и оркестр вечером репетирует отдельно в другом зале. Вот это русский танец лета, это белорусская бульба. Причем эту бульбу белорусы считают, что это их народный танец, а это поставил Моисеев, да. Вот, это тарантелло сицилийское. Он, кстати, итальянцам вернул тарантелло, у них не было тарантелло. За что все газеты писали, что благодарна Моисееву, что наконец у них появился опять их танец национальный, тарантелло. Как же такое, может быть, удивительная личность. Тарантелло будет в праздничном концерте, посвященном столетию ФСБ. В Криве концерт будет. У нас сегодня мы там участвуем. И так как следующий год, год культуры России, Италии, то вот почему-то выбрали тарантелло, и она будет в этом концерте, в праздничном. Ну, это потрясающе. Я хочу сейчас, чтобы мы еще один фрагмент видео поставили. Да, конечно, Елена Александровна, попрошу вас тоже рассказать, что это будет, что у нас будет на экранах. Я вам хочу сказать, что даже без костюмов, даже в репетиционной одежде, от этого действительно невозможно оторвать глаз. А у Игоря Александровича есть программа. У нас есть программа великолепная, которую мы всегда на наши... Это адыгский танец, княжеский танец для патет. Это поставил молодой, талантливый хореограф Аслан Хаджаев. Это новая, совсем это в этом году была премьера. И мы показывали это на нашем юбилейном концерте. Вот они с такими трещотками. Вот и на катурнах. Вот на этих катурнах в древности в Адыгее ходили только девушки-женщины княжеского рода. Да, вот это их отличало, они становились выше. Это очень красиво. Это гопак. Известный моисеевский гопак. Это вот как раз финал «Ночь на лысой горе». Балета «Ночь на лысой горе». Да. Гопак великолепный, потому что он полон юмора. Там есть образы, и в нем занята вся труппа. И вообще это была большая сюита веснянки. Сначала была медленная часть, потом Катерина, Вишня. И в конце уже все заканчивалось праздником и гопаком. Да. Да, это гопак. Но для того, чтобы это делать, нужно работать каждый день. У артистов не два выходных. У нас нет, у нас один выходной день. И он меняется в зависимости от того, когда концерты. Не то, что он стабильный в воскресенье. Бывает в воскресенье концерт, значит он будет в понедельник. Да, потому что два дня для артиста балета – это очень много. Это непрофессионально. Год был очень насыщенный. Было много гастролей. Мы открыли еще одну страну, которая называется Оман. Мы работали в Королевском театре Оман. У нас было два концерта. И публика великолепно нас принимала. Великолепно, несмотря на то, что это совсем другая публика. Ну, потому что это волшебство, это искусство. И если оно настоящее, оно, наверное, не может не затронуть. Вы знаете, вчера был концерт, и вот какой-то человек, я не знаю кто, он подарил мне три розы. И меня так это тронуло. Он сказал, большое вам спасибо за то, что вы сохранили это чудо. И сегодня мы можем улыбаться вот на концерте. То есть жизнь очень тяжелая сегодня у простых людей, в общем-то, да? И дай бог, чтобы она была легче. Но как бы видишь, ведь Москва, Питер, Казань, это не Россия вся. Конечно. Вот, и люди живут тяжело. И сейчас как раз был у нас тур, я бы сказала, довольно тяжелый по условиям для артистов. Это был, он начался в Самаре, затем мы были в Тольятти, в Саратове. И закончился он в Волгограде. Но вы даже не представляете, артисты, зрители кричали стоя, аплодировали. Мы три раза бессировали флотскую. Для них это был глоток, глоток вот какого-то чего-то, какого-то счастья. Действительно. Потому что люди говорят о том, что они молодеют после наших концертов. Что им хочется жить, что им хочется... Потому что даже выздоравливают, потому что это 100% тоже такая целебная история. И что мне очень нравится, что люди приводят детей маленьких с трехлетнего возраста. Я вижу уже эти молодые родители, которые выросли на Моисееве, да, приходят маленькие дети, они начинают в проходах в Зальчайковского танцевать. Так же, как это было при Игоре Саныча, да. И он всегда любил смотреть на это и говорил, вот у этой совсем нет чувства ритма. А вот это из нее что-то выйдет, да. Вот он смотрел всегда. Он смотрел всегда все концерты, да. И что я хочу сказать. Конечно, я считаю, что самое главное в том, что мы сохраняем традиции. И традиции не только в том, что мы не меняем ни в коем случае никакую хореографию. Не занимаемся обрезанием. Не занимаемся уменьшением состава, вот чтобы только он сел в один автобус. Это невозможно. Этот коллектив представляет великую державу. Великую землю нашу русскую. Она огромная, да. И вот он должен быть большим, великим, да. И ни в коем случае нельзя его урезать, обрезать, что-то с ним сотворить. Это будет преступление. Просто преступление для нашего будущего поколения. Другое дело, что хочется, чтобы больше это показывали по телевидению. Чтобы больше было не просто вот рекламы. Сейчас же не читают книг молодежь. Они все в этих телефонах в основном. В интернете в основном вся жизнь проходит. Понимаете, ну это не есть хорошо, потому что я считаю, что это такое все несколько механическое. Знаете, как Моисеев говорил, что страшно, когда техника, вех техники обгоняет культуру. Вот это вот духовное наполняемое, да. Это очень страшно. Потому что без духовности, я считаю, вообще нет у нации будущего. Это очень важно. Да, Елена Александровна, и миссия, конечно, в вашей должности, у вашего ансамбля, она очень, очень значимая такая и важная. Но вы знаете, это так почетно, когда ты за рубежом, и когда вот люди, да, совсем другой культуры. Аман, абсолютно. И когда тебе аплодируют стоя, абсолютно, да. И когда тебе аплодируют стоя, то есть люди это понимают. Они же не будут аплодировать просто так непонятно чему. Ну, они могут абсолютно вот так. Нет, нет, с нами такого не происходит. Я не помню ни одного провала за всю жизнь, вообще за 80 лет истории моисеевцев. Это такой народ. Моисеевцы — это народ. Это как армия, считайте, да. Только это красивая армия. Ну, армия наша тоже должна быть красивой. Только мы, вот, да, надеемся, да. Вот, конечно, это удивительно. Я сама, и это все сделал один человек вначале. Конечно, мы помощники его. Хотелось бы вырастить себе помощников. Но это сложно, потому что сейчас немножечко менталитет другой у молодежи. Елена Александровна, вы справитесь. Я знаю. Это же не сомневаюсь. Хочется, чтобы это было всегда, чтобы это продолжалось. Конечно. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Елена Щербакова сегодня у нас в гостях, друзья, народная артистка России, художник, руководитель, директор, педагог, репетитор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. 80 лет в этом уходящем году исполнилось легендарному коллективу. И вот 30 ноября открылась потрясающая мультимедийная выставка «Хозяин танца» в Государственном центральном музее современной истории России по адресу улица Тверская, дом 21. Выставка продлится до 14 января. Обязательно нужно сходить. Я уже точно приняла такое решение, потому что Елена Александровна сказала, что это действительно очень интересная история. Я, конечно, хочу попросить вас рассказать совсем немножечко о том, как вообще идея, у кого она зародилась, этой самой выставки. Знаю, что вот там двое театральных художников курируют их вина, да, Ваня Бугден и Александр Барменков. Ну, подошли ко мне одна наша актриса и артист Рита и Влад, и сказали, что вот есть такая идея сделать выставку. Я говорю, ребят, у нас и так много идей, что мы как бы хотите, делайте. Конечно, это же тоже огромное количество времени, им нужно заниматься этим. Они привели двух молодых ребят, вот девочку очаровательную Ваню, да, Ваня, да, и Александр, да. Они молодые художники театральные, они закончили ГИТИС, и они взялись за это дело. Я им предоставила архивы ансамбля, вот, пожалуйста, смотрите, занимайтесь, как вы все это будете решать, как вы будете делать. Они все это, говорят, изучали очень готово. Они изучали, это действительно дотошно, много и долго. Там была большая проблема с помещением, хотели в одном месте сделать выставку. Нам очень долго не давали ответа, ребята мучились, что делать. Потом в результате, вот, слава богу, что директор музея предоставила это помещение, и тоже заинтересовалась этим, и было очень приятно, потому что выставка получилась на самом деле хорошая. Она очень оригинальная. Ну, во-первых, там представлены все подлинники. Там есть записные книжки Игоря Александровича Моисеева. Личные вещи его какие-то. Да, личные вещи, конечно. И кресло стоит, на котором с 1940 года мы его отреставрировали, и на него никто не садится. Оно стоит в его кабинете. У нас его кабинет остался абсолютно в первозданном виде, как вот он ушел из жизни. Мы там проводим переговоры, иногда какие-то там совещания, потому что у нас небольшое помещение. Мы с мамой все время, да. Вот, и его бюрет, в котором он ходил. И когда ты попадаешь в этот зал, где стоит кресло, очень красиво оформлен зал, но это нужно увидеть. У тебя полное впечатление, что ты репетируешь с Моисеевым. Вот у меня было впечатление, что мне там, я не знаю, намного меньше лет, как будто я пришла. Это как раз мультимедийный зал, да, кинопанорама вот эта. И второй зал ты танцуешь вместе с ансамблем. Как это вообще возможно? Вот в 3D это сделано, и ты находишься во время нашего танца Жог, ты танцуешь вместе с Моисеевцами. А начало выставки ты входишь, попадаешь в гримерку, и ты гримируешься вместе с артистами. Это очень здорово. Ну, таких выставок у нас практически и не было в России. Уникальные костюмы представлены. Костюмы, которые были подарены ансамблю при первых гастролях в 1946 году по Восточной Европе. Есть костюмы, которые были подарены в республиках, совсем еще довоенные костюмы. Да, у нас это все хранится. К сожалению, тоже помещений мало. Потом там есть рукописи Игоря Александровича Моисеева, ноты. Там есть старые обувь, в которой артисты нашего поколения работали еще раньше. Но там много интересного. Мне бы хотелось, что... Я думаю, что это первая выставка, но не последняя, потому что за 80 лет история ансамбля огромная, и можно сделать большую-большую экспозицию. Но для этого нужно место, и нужно точно знать, где тебя примут. Не так много у нас для музеев таких больших площадок. Площадок, таких павильонов огромных. Да, мне очень все понравилось. И я, на самом деле, в это как бы не верила, что это получится. Но они оказались настырными ребятами. И они вот с удовольствием, действительно, с любовью, видно, что они в этом живут. Что они живут уже в нашем ансамбле. Елена Александровна, давайте напомним еще раз, что до 14 января выставка продлится. Хозяин танца, она называется, обязательно приходите. Государственный центральный музей современной истории России. Тверская, дом 21. Елена Александровна, ну а на выступление ансамбля, где в ближайшие дни можно посмотреть? Ну, во-первых, у нас есть сайт www.moiseev.ru. И всегда все наши выступления, которые происходят, там всегда все это есть, да. Там очень много видео разного. Следующие наши концерты пройдут 23 и 24 декабря в Филармонии 2. Это Олимпийская деревня. Затем мы в Рождество даем концерты 8 и 9 января. Ну, что обязательно нужно посетить. Зимняя программа в концертном зале Чайковского. А следующие концерты в зале Чайковского будут 20, 21, 22 января, которые посвящены дню рождения Игоря Моисеева. Это наша традиция. Все 80 лет она существует, сколько существует ансамбль. И там будет показано очень красивый балет. Первая часть. Это будет вечер в таверне на музыку балет, на музыку аргентинских композиторов. Елена Александровна, буквально у нас 30 секунд остается. Я вас искренне благодарю, конечно, за то, что вы сегодня нашли время в очень насыщенном графике пришли к нам. Спасибо за ваше дело. Величайшее дело, которое вы продолжаете. Спасибо всему ансамблю. За вашу свет красоты. Не только мне. Не только ансамблю, нижайший поклон, но и всем артистам, которые это делают с огромным удовольствием, несмотря на то, что это очень сложно, поверьте. Это действительно сложно. Пусть он принесет вам еще больше удачи, исполнит все мечты и ваши, и ансамбль. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина.